Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео Фаберлик. Но необычно стоять, не переключать. Необычный Фаберлик, потому что сегодня будет обувь из новинок. Ещё я заказала брючки, которые я ни разу не заказывала. И, в общем, есть мне что с этим поделиться с вами. И ещё одни штанники я, в общем, прикольные заказала. А чё с нами Дэнни? Иди поздравайся. Иди скажи привет всем. Привет! Привет! Скажи Айте привет! 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 А знаешь, что первое я покажу? Я малому купила носочки. Давай померим, Дэнни, потому что они, кажется, немножко большие. Я, на самом деле, покупала у них уже не носочки, а колготки. Мне очень нравятся. Я покупала две даже пары, потому что они реально очень крутые и хорошее качество. Знаете, не дукатышков, не кашлатятся. Вот такое. И вот эти просто они, кажется, немножко широкие, видите? Хотя я покупала там специально на его возраст, там от года до куда-то. Давай замерим, Дэнни. Носочек. Ну вот, чуть-чуть большой, но чуть-чуть большой, видите, носочек. Но, в принципе, в целом неплохо. Я помню, что как-то я ему заказала тоже на Алике носки, а оказалось, что буквально там через несколько месяцев они уже были ему как раз. Так что все хорошо. И, кстати, эти колготочки тоже самое были, такие же. Вроде большие, 92, вроде через пару месяцев стали как раз. Итак, с носочками мы закончили. У них действительно носочные вот такие вот изделия, особенно для детей. Вообще для детей все, что я покупала, очень крутое, очень качественное. Мне нравится. То есть оно не портится. Не знаю, что за материалы, но очень классное. Также я заказала вот такие домашние штаники, девчонки. На самом деле, увидела их, такая, думаю, ну возьму. Я ничего такого домашнего, по-моему, не брала в Фаберлик. Но как только я открыла пакетик и просто дотронулась до вот этого вот, до этой ткани, я сразу подумала, вау, в этом я буду по дому ходить. Оно такое приятное. Из чего оно, знаете, типа, из чего оно сделано? Сейчас я вам скажу. А, вискоза, да, вот, вискоза. Очень мягкая, стопроцентная вискоза. Прям такая, знаете, вот прям такая домашняя-домашняя в ней и спать. И это, и расцветка оказалась очень даже, я вам скажу, очень даже секси. Такие свободные штаны, плюс такая, ну, я люблю на бедрах носить, набедренная такая, набедренная такая вот резинка белая, да. И очень нежные, нежные такие цветы и очень приятная ткань. Короче, я вообще в восторге. И я теперь буду с большим удовольствием у них и дома гонять, и спать в них. Я такая, люблю, короче, такие вещи все. И в следующий раз я обязательно закажу для комплекта кофточку или что там было. Хотя там, по-моему, не было такой тоненькой кофточки. Там были какие-то, ну, большие. Ну, короче, я посмотрю, что. Очень классное кажется, девчонки. Вот такие вот штаники. Посмотрите, как они на мне сидят. Я думаю, что вам понравится. Если вы любите домашнюю такую вот одежду, там, штаники, что-то, халатики, обратите внимание, очень-очень классный материал, стопроцентная вискоза. Классно. На сайте я впервые заказала брюки. Там было очень много разных брюк. Черные, синие, там разные цвета. Но почему-то я заказала именно эту модель. Не знаю, почему. Ну, в общем-то, она мне понравилась. И, в принципе, неплохо сидит. Обычные черные, классические, хлопковые, да, они 100%, по-моему, там, сейчас. А, нет, 70% вискоза, 26% нейлон, 4% эластан. Брюки для женщины. Я взяла черные и взяла 42 размер. В принципе, можно было бы, наверное, мне и сороковой попробовать. Никогда вот с этим толком не угадаешь. Как и с обувью. Сейчас расскажу про обувь. Брючки сидят очень хорошо стиля. Мне кажется, что, в принципе, в гардеробе девушки должны быть одни классические брюки. Вот у меня есть белые похожие, хотя я что-нибудь другое хочу еще себе взять. Может быть, в Фаберлик и попробую. И черные тоже должны быть. Вот прям классика-классика. То есть они такие не супер длинные, они не такие прям, чтобы укороченные. То есть прям вот классическая длина, классический пошив. Они стрейчевые, то есть они тянутся немножечко. Даже не немножечко, они хорошо так тянутся. Вот. И неплохо сидят. Посмотрите, как они на мне сидят. Мне кажется, что очень даже ничего. Ну и последнее. Это новиночка, которую я приобрела. Это вот такие кроссовочки. Может быть, кто-то их видел. Я уверена, что их, наверное, уже даже и нет в продаже. Нет в наличии. Потому что они реально очень крутые. И они очень-очень стильно сидят на ноге. В Фаберлик я уже заказывала себе обувь на самом деле. Но заказала, не зная вообще их размера, заказала 38-й. Вообще я ношу 37,5-й. Вот это вот вообще мое всегда. Если есть 37,5-й, то он будет мой. Но когда нету, то чаще в последнее время у меня 37-й. Хотя раньше 38-й был чаще. Вот представляете? То ли обувь стали по-другому как-то шить, то ли нога у меня уменьшилась. Не понимаю. Но это уже давно. В общем-то, я ношу 37-й. Но я подумала, что мало ли кроссовки возьму с сайта, с интернета. Вдруг давить будут или еще что-нибудь. Я заказала себе 38-й. Розовенький. Кстати, они будут продаваться в моем магазине, потому что я их так и не носила, потому что они мне большеватые. Но они новые. И я в этот раз решила заказать. Потому что мне модель вот этих вот, честно говоря, кет таких, да, кроссовочек очень понравились. И я решила заказать и рискнула взять 37-й все-таки. Хотя здесь более такая плотная, да, тут эко-кожа или вот что-то такое. Ну, кожа за. Хотя они более плотные, казалось бы, их лучше взять 38-й, да, а те 37-й можно, потому что те были такие сетчатые, летние, такие легкие. Но я решила взять 37-й. Думаю, была, не была. Попробую. Если что, у себя в магазине продам. В итоге они сели идеально. 37-й это мой. То есть, размер в размер нужно брать и не нужно брать там намного больше. Модель очень реально стильная. То есть, я люблю лаконично. Ничего, ничего лишнего. То есть, они беленькие. Они здесь на резиночке. Просто одеваются. Сзади такие синие, синие такие вот. Не знаю, дизайнерское решение такое сзади. Интересное. И все. Кеды вот такие вот классные. Мне кажется, что их под все можно надеть. Они очень классно смотрятся. Ну, посмотрите, как смотрятся. Они как раз я их вместе со своими классическими брюками померила. Вот, в принципе, и все. Будет сегодня коротенькое видео Фаберлик. Просто мне кажется, что я немного заказала покупок. Но мне показалось, что можно снять вот именно отдельное видео. Померить, показать и немного поговорить о Фаберлик как о продукции. Кстати, если кто-то не заказывал еще на Фаберлик, да, и думает, что это такое, что это за сайт такой интересный. Я тоже, вы знаете, особо раньше не заказывала. Потом начала заказывать. И, честно говоря, была приятно удивлена. Потому что там действительно есть недорогие и очень классные, достойные вещи. Что касается вещей, там вообще вещи все действительно очень качественные. То есть, все, что я там брала, оно все реально на уровне. То есть, это не какие-то китайские тряпки или еще что-то. И много что произведено в России. И я вам скажу, что наши умеют делать вещи. Не все, конечно, там дешевое. Там есть дизайнерские модели, да, там какие-то от Юдашкина, там еще что-то. Ну, духи даже у них делают какие-то специальные парфюмеры. То есть, они работают, они молодцы. Мне, честно говоря, они очень нравятся. Вот, поэтому я рекомендую, честно говоря, Кто еще не пробовал Фаберлик и ни разу не пробовал там ничего заказывать, Попробуйте. Я думаю, что вам будет это интересно. Вот. Ну, а я с вами прощаюсь. Ссылочку на Фаберлик я оставлю под видео. Можете зайти, кто еще не был. Ну, и мы до следующего видео попрощаемся. В следующий раз постараюсь больше интересных каких-то вещей взять. Попробовать что-то нового. И старайтесь все это делать намного быстрее, Потому что все самое крутое разбирается очень-очень быстро. Все, я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok